Истинный настоящий ученик — это как раз тот, кто твёрдо верит в то, что все слова его духовного учителя являются истинными, и все наставления, которые дал духовный учитель, гуру, они помогут человеку прийти к цели, которую он перед собой поставил. Если вам нравится жить в этом мире, если вы готовы согласиться с тем, что вы будете болеть, стареть, умирать, снова рождаться, и довольны этой жизнью, счастливы, и вы провозглашаете «я ещё хочу здесь жить», «я ещё хочу наслаждаться красотами этого мира», означает, что вам не нужен духовный учитель, вам не нужен гуру. Но если вы уже твёрдо решили, раз и навсегда, решить эти проблемы в человеческой жизни, то свыше тех, кто находится над нами, эти Личности, они посылают нам такого духовного учителя, который может решить эти вопросы. И если уж вы пожелали решить эти вопросы, и к вам направлен соответствующий инструктор, то необходимо верить в слова этого инструктора, духовного учителя, и не действовать независимо от него. Но это же совершенно естественно. Возьмём опять этот пример с инструктором по вождению автомобиля. Какова обязанность этого инструктора? Научить вас водить машину. И попутно, в то время, когда вы водите, там есть выделены определённые часы, вот вы в эту машину водите сначала на полигоне определённом, между вот этими флажками и шашечками. Вы учитесь парковаться, параллельную парковку там делать, учитесь ставить в гараж, учитесь поворачиваться, разворачиваться, ездить, давать задний ход, двигаться в горку. Вот эти все вещи вы проходите обучение под должным руководством, и вы должны беспрекословно выполнять то, что вам говорит инструктор. Почему? Ну просто потому, что он знает, он уже прошёл этот путь, и он знает, как себя вести в той или иной ситуации. И представьте такую ситуацию, вы сидите в машине, у вас в руках руль, у вас под ногами педали газа, сцепление, тормоза, и вы думаете, что они крутые, но рядом сидит инструктор, у него тоже есть эти педали. Если вы делаете что-то не так, он резко нажимает на тормоз, и вы останавливаетесь. Он таким образом предотвращает аварийную ситуацию. Потому что если вы выедете на дорогу, и вместе с инструктором будете ехать, и будете игнорировать его слова, то он сможет это предотвратить. Но когда вы будете уже одни, когда у вас останется только наставление в уме и в сердце этого вашего инструктора, вот в этот момент вы должны очень хорошо хранить эти наставления, твёрдо верить в то, что эти наставления верны и действовать в соответствии с этими наставлениями.